Глава района Олег Ефимов подвел итоги работы муниципальной власти за 2023 год. Открывая сессию, председатель Совета депутатов района Николай Лавриненко представил гостей из края. В обсуждении итогов приняли участие руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос, депутат ЗСК Антон Толстопятов. Олег Викторович предоставил подробный анализ доходов бюджета района. В консолидированный бюджет края с территории района за 2023 год поступило 1 млрд 113 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов. Процент исполнения годового бюджетного назначения 117%. Темпы роста к 2022 году 119%. Общий объем дохода бюджета района вместе с поселениями в 2023 году 564 млн. рублей. Исполнение составило 123%. Расходная часть бюджета в 2023 году сформирована на основе 17 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития муниципального образования. На реализацию муниципальных целевых программ израсходовано 910 млн. рублей или 91% годовых бюджетных назначений расходов бюджета. Бюджет является социально направленным. На социальную сферу в 2023 году израсходовано 837 млн. рублей или 84% от общего объема расходов бюджета. Так, на образование 65%, социальную политику и здравоохранение 8%, культуру и спорт 11%. Расходы местного бюджета на душу населения составили в 2023 году 33 485 рублей. Выполнены условия софинансирования государственных программ Краснодарского края, в результате чего в бюджет района поступило 140 миллионов рублей. Проанализирована ситуация в главной бюджетообразующей отрасли – агропроме. Говоря о динамике показателей, важно отметить, что по общеваловому сбору зерновых и зернобобовых культур за последние два года результаты значительно возросли. Если раньше годовые валовые показатели урожая составляли от 300 до 450 тысяч тонн, то по итогам 2023 года собрали 508 тысяч тонн. Природа, конечно, вносит свои коррективы в нашей зоне рискованного земледелия, но труженики крупных и малых сельхозпредприятий, используя современные технологии и новейшую технику, в противовес западным санкциям добиваются отличных результатов. Анализируя результаты в социальной сфере, глава отметил, что в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, завершено строительство детского сада «Ясли» в поселке Центральном. Стоимость строительно-монтажных работ составила без малого 52,5 миллиона рублей. Для 50 малышей созданы уютные, тёплые, комфортные условия. Завершён ремонт в детских садах номер 1, 4, 2. Капитально отремонтирована школа номер 15 в хуторе Меклита. Вложено более 38 миллионов рублей. Отремонтированы дома культуры в сельских поселениях. Обновлена материально-техническая база в семи образовательных организациях. По заданию губернатора Кубани Венемина Кондратьева построен Центр единоборств в селе Белая Глина. Выполнен долгожданный ремонт инфекционного отделения и клиника диагностической лаборатории ЦРБ. Установлен компьютерный томограф. Пополнился новыми автомобилями больничный автопарк. Ремонтируются и благоустраиваются улицы, тротуары, дорожки, подъездные пути. В рамках краевой программы модернизации систем тепла и водоснабжения проведена реконструкция объектов. Установлены две новых водонапорных башни и блочно-модульная котельная в селе Белая Глина. Уделяется внимание благоустройству и ремонту дорог. В год педагога и наставника свои самые лучшие умения, навыки показали учителя, воспитатели школ и детских садов. Многие педагоги и наставники добились высоких показателей не только в профессиональных конкурсах края, но и России. Главы поселений, депутаты разных уровней власти, активы территориального общественного самоуправления вносят свой весомый вклад в преобразование в районе. Пристальное внимание к выполнению поставленных задач проявляют депутаты Законодательного собрания края Александр Маковеев, Антон Толстопятов, депутат Госдумы Алексей Езубов, депутатский корпус во главе с председателем райсовета Николаем Лавриненко, председателем Совета молодых депутатов Максимом Ярешко. Глава района работает в постоянном взаимодействии с меценатами Петром и Сергеем Данчинами, руководителями предприятий, главами крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальными предпринимателями, которые вносят огромный вклад в благотворительность, гуманитарную помощь воинам СВО. В районе в целом по России громко заявили о себе волонтеры общественной организации «Русский мир» и его соучредители Александр Воробьев, командир взвода обеспечения Александр Коклин, Владимир Черкасов из станицы Успенской, наши толовики организации «Золотые руки ангела», «Горе окопная свеча», волонтерские штабы Новопаловского сельского поселения во главе с Ларисой Склировой, Центрального сельского поселения с Ольгой Турбиной и другие волонтеры, действующие в сельских поселениях. Они не только плетут, шьют, вяжут, собирают коробки тепла, добра, но и сопровождают грузы в прифронтовые окружные госпитали на новые территории России, а также за красную ленту. Молодежь района активно поддерживает патриотические дела взрослых. Движение первых уверенными шагами движется вперед, ведь это им продолжать успешное развитие района. Открытие культуры представлено в районе сетью из 37 учреждений. Задача развития культуры среды, на мой взгляд, сельскими учреждениями культуры решается. Регулярно проводятся различные мероприятия, творческие коллективы района успешно участвуют в конкурсах различного уровня. На материально-техническое оснащение домовой культуры было направлено более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Представители краевых структур власти и депутатского корпуса высказали свое мнение о развитии района. Еще раз слава благодарности за ту работу и главе муниципального образования в 2023 году. В том числе ставится положительная оценка и во всей команде, и всего самого доброго. Депутат ЗСК Антон Толстопятов рассказал о мерах поддержки муниципалитетов и планах на будущее. На сегодня было уже 27 дней районов ЗСК из 44. Благодаря таким мероприятиям было выделено в 2023 году 1,5 миллиарда рублей. В наш округ было доведено 18 миллионов, как сказал доклад Олег Викторович, было доведено от депутатов 11, то есть выделили 18, делили на троих поровну, белую глину ушло 11. Эти лета позволило провести ремонт в четырех детских садиках, двух школах и одной школе искусств. В 2024 году на так называемые депутатские деньги будет отремонтирован дом культуры сельский, три школы и девять детских садиков. В первом счете на прошлой сессии был принят закон о семеноводстве, этот закон будет базовый, он первый в истории России. Согласно стратегии агропромышленного комплекса, Россия должна быть в 2030 году обеспечена на 70% семенами отечественного происхождения. Закон будет носить понятийный характер, будет дорабатываться, из него будут следовать другие негативно-правовые акты. О нашей работе с Александром Владимировичем за прошлый год провели 27 приемов, было рассмотрено 64 вопроса, более из них вы решили положительно, остальным-то на консультации и разъяснения. Мы стараемся активно принимать участие в значимых районных мероприятиях, их было около 30, это открытие школ, садиков, других объектов, дни районов, фестиваля. Помогли собраться детям в школу, вручили 111 новогодних подарков, 500 букетов, 8 марта подарили. По нашему ходатайству было вручено 86 благодарственных писем жителям Белоглинского, Павловска, Новопокровского района, профильных комитетов. Это работники соцкультуры, активисты, руководители ТОС, медицинские работники. Ну а работу главы предлагают задать предварительно. Спасибо. Председатель Совета депутатов района Николай Лавриненко доложил о работе районного депутатского корпуса и поставил вопрос об оценке деятельности главы и его муниципальной команды на голосование. Предлагаю признать работу главы администрации муниципального образования Белоглинский район за 2023 год удовлетворительно. Ставлю вопрос на голосование. Кто за, против, воздержались. Решение принимается. В торжественной обстановке состоялось вручение федеральных и краевых наград труженикам района. Присвоить звание почетный работник агропромышленного комплекса России к наивому Владимиру Егоровичу, индивидуальному предпринимателю, главе христианского кермерского хозяйства. Присвоить почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Краснодарского края Бойко Юрию Ивановичу, индивидуальному предпринимателю, главе христианского кермерского хозяйства. Присвоить почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Краснодарского края Ивакину Алексею Ильичу, трактористу Общества с ограниченной ответственностью Белоглинской. Объявить благодарность губернатора Краснодарского края Слюсаренко Александру Григорьевичу, главе христианского сельского поселения Белоглинского района. Объявить благодарность губернатора Краснодарского края Черкасову Владимиру Владимировичу, члену Общественного совета Успенская, Успенску сельского поселения Белоглинского района. Объявить благодарность губернатора Краснодарского края Григоровой Ирине Ивановне Директору муниципального бюджетного учреждения культуры Белогринский дом культуры Депутату Совета муниципального образования Белогринский район Объявить благодарность Турбиной Ольге Владимировне Депутату Совета муниципального образования Белогринский район Базалей Натальи Андреевне, руководителю муниципального казенного учреждения, централизованная бухгалтерия администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.